В эфире Радио Теос и я Валентин Бурлака приветствую всех вас словами мир вам. Слава Богу, еще один прекрасный день он подарил каждому из нас в нашей жизни, а также благодарность Богу за то, что у нас продолжается эта хорошая возможность общаться с вами на волне Радио Теос, Интеррадио, Айбра Ти Ви, а также в данное время на волне 1690 АМ. Сегодня у нас уже понедельник, 20 день месяца мая, и слава Богу за сегодняшний день, и за то, что мы вот сегодня в студии, надеюсь, что все в вашей жизни так же проходит благословенно, но если вдруг какие-то проблемы, еще раз хочется сказать, что это скоро все пройдет. Выход есть из любой ситуации, слушайте наши программы, надеюсь, они так же помогут вам в вашей жизни. Ну а сегодня у нас гости, замечательные гости, слава Богу, у нас очень хорошее время, прошли благословенно воскресные служения, и я хочу представить наших гостей. Это Виктор Ахтеров, он несет служение Радио Теос полностью в России, хотя живет здесь в Америке, в Лос-Анджелес. Также сегодня у нас в студии Алексей Власихин, он ответственный за служение в Санкт-Петербурге. Ну и Виктор Куриленко, вы много раз слушаете его интересные беседы. Виктор Куриленко приехал с Украины, с города Славянск. Сегодня очень будет интересная программа, я хочу сказать, что она идет в прямом эфире. И если у вас будут вопросы по теме, которые мы будем рассуждать, наш телефон 429-7635. И я бы хотел, даже попросил Виктора Ахтерова, он очень у нас стеснительный, отказывался. Но я с вами почти каждый день, мне бы хотелось, чтобы сегодняшний эфир провел Виктор Ахтеров. Он очень способный, и вы в этом убедитесь. Виктор, приветствую тебя, и ты больше расскажи о себе и о гостях. Очень приятно. Всегда узнаешь, я вот за последние дни много нового о себе узнал. Вот теперь узнал, что я еще и стеснительный человек. Очень приятно, да, спасибо. Так вот, сегодня мы вот здесь, перед тем, как зайти в студию, ну, немного поговорили. У нас вообще неделя такая занятая была, мы в низких церквах были, общались и с русскоязычными людьми, и с англоговорящими. Были интересные встречи, о них мы тоже, может, немножко поговорим. А это вот наша совместная такая поездка, и это последнее интервью у нас. И, ну, мы решили, чтобы оно было самым интересным. Так что постараемся, постараемся. Но каким образом мы так подумали, о чем поговорить? И о том, и о том, и о том можно поговорить. Потому что Виктор Павлович Куриленко занимается и теми, и другими, и третьими. Алексей Власихин тоже. И мы как-то думали, а потом, радио-то, это личность. Радио-это личность. Это человек, который сидит за микрофоном, и его интересно слушать, этого человека. И поэтому мы как-то решили об этих личностях и поговорить. Два моих хороших друга. По правую руку от меня. А Виктор Павлович Куриленко... Здравствуйте, здравствуйте. Да. Виктор Павлович Куриленко, ну, я называю его другом, но он большим другом. Он наставник. Мы выросли в одном городе. Ну, как-то мы переехали в этот город, в Славянск, когда мне было 8 лет. И в следующие 10 лет мы вместе с Виктором... До 18 лет жил, да? Да, до 18 лет жил там, пока в армию не ушел. И эти годы, когда человек формируется, у меня был хороший наставник. Он был нашим молодежным руководителем, уникальный человек, духовный человек. У меня родители тоже хорошие были, и сейчас они с Господом. И, конечно же, родители, безусловно, оказывают наибольшее влияние на жизнь человека, на формирование личности. Думаю, да. Но также человек, который рядом с тобой, и он вроде как не должен тобой заниматься, и он тобой занимается. Человек, который не несет, по большому счету, за тебя ответственность, но он берет ее на себя. Ты к этому человеку прислушаешься по-другому. И вот Виктор Куриленко – это один из таких людей, которые повлияли на меня. Мне вообще повезло с наставниками в жизни. И вот один из таких наставников, один из людей, которые на меня повлияли. И мы сегодня с ним поговорим. И поговорим, я думаю, у нас состоится откровенный разговор. Алексей Власихин, он лет на 10, Виктор Куриленко лет на 15 меня постарше, Алексей Власихин лет на 10 меня младше, он вообще из другой среды. Он вообще родился и вырос в семье офицера КГБ. Вот у нас, когда мы как-то росли, Виктор Павлович, дед сидел, у меня отец дважды сидел. У меня тоже дважды. И когда мы часто в нашей христианской среде говорим «КГБ», у нас сразу возникает определенный такой образ. Сегодня у нас в радиотеос работает один бывший КГБшник, я не буду называть его имя, человек, который действительно был сам офицером КГБ. А сегодня у нас вот посетило счастье, у нас Алексей Власихин, который вырос в семье офицера КГБ. И, вы знаете, мы как-то вот общались, я думаю, это так замечательно, это так приятно, это так хорошо осознавать, что сегодня мы вместе рассказываем людям о Христе. Мы рассказываем людям о Христе, мы произрастаем корнями, уходим в совершенно разные области российской жизни, советской жизни. Но сегодня мы говорим об одном. И вот будем общаться с личностью и с личностью. Виктор Павлович, мы вот с тобой ездим, и ты человек незрячий. Тебе не надоело отвечать на вот эти вопросы? Всегда, когда представляют, вот мне бы, наверное, надоело. То есть, ты же, вот твой вот этот физический недостаток не определяет же тебя как личность совершенно. И в то же время часто первый вопрос, ох, а у вас часы, а можно пощупать, как ваши часы работают? И как пишут незрячие? А как незрячие пишут? И об этом говорят вот из-за кафедры. Как вы читаете Библию? Как вы читаете Библию? А что это? И буквально вчера мы вот были в церкви, и такая большая церковь, и человек сидит. И первый вопрос, вот ты справа сидел, а он слева, служитель тоже. А он так шепотом спрашивает, а вот Виктор, он немножко видит одним глазом? И достает вот это вот честно, или ты как-то смирился? Вы знаете, какая ситуация? Я думаю, это очень-очень сильно, как вы сказали, доставало, наверное, лет 15, 17, 18. Вот в тот период, да, вот как-то это было очень болезненно. Наверное, потому что... Когда мне было 15 лет, я же зрение потерял, когда там 5-8 лет. А может, Виктор Павлович, вы расскажете о том, как вы потеряли зрение, раз мы уже... Мы будем как все, мы будем спрашивать, да? Слушай, ты точно такой... С каким подходом, да? Понятно. С каким вступлением? С каким вступлением? В 52-м году родился, в августе месяце, все рождаются в августе месяце, очень хорошие люди, заметили. Да, 52-м. Да, 52-м. Да, это ж когда было? Да, да. Семья была большая, у отца там 10 детей и матери, 5 девочек, 5 мальчиков. 5 лет было, шел с сестрой, их относили там молоко, и дети играли в свою детскую игру, играли, выстрелил один из лука, и попал мне в левый глаз, глаз сразу вытек, потому что стрела была из-под солнечника. А потом 8 лет пошел в зрячую школу, общественная школа, пошел туда, зашел к другу своему, тот вытаскивал перо из ручки и нечаянно ударил в правый глаз. И в 8 лет я потерял зрение. Знаешь, Виктор, когда меня там в Донецках отец отвез, я, наверное, первый раз и может даже единственный раз присутствовал, как отец мой плакал. Когда ввел незрячего сына своего вот в больницу, там в Калининской, в Донецкой больнице есть, положили мину. Да, твоего отца сложно представить, чем плачет. Да, 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 и он плакал. И зрение потерял вследствие двух несчастных случаев. А по вопросу, ну 15 лет, да, знаешь, мои сверстники уже на мотоциклах ездили тайком, играли в футбол, уже там рыбалка интересная, ну куда-то в походы ходили. А я ж не в футбол не могу играть, я не рыбачить, не мог тогда еще так. Ну потом научился, кстати. Я вот до спор не научился. А жена с Астрахани там научился. И вот в этот момент доставало, а сейчас уже нет. Сейчас я уже как-то к этому отношусь, ну, наверное, по-философски как-то. Ну, люди интересуются, дети подходят, спрашивают. В общем, по Брайлю писать очень легко. Очень легко. Дети, если даешь азбуку, через 10 минут, 15 минут, дети лет с 10 до 15 уже читают. Через 10-15 минут. Медленно, но азбуку даешь им, пишешь, и они свободно читают. Так что это очень легко. Мы договорились, что у нас будет откровенность. Да, да, давай. И какие-то вопросы, если я буду задавать, если не хочется отвечать, можно не отвечать. Хорошо, хорошо. У меня что-то есть другая личность, слева, да? Так что если вы не хотите... Хорошо, я на Петербург тогда что-то. Что это такое? Почему вот это вот произошло? Вот на ваш взгляд, если мы уже говорим о философском подходе к жизни, ну это же, ну две случайности, таких не бывает. Одной случайности не бывает в жизни христианина, тем более. Две случайности. Что это? Это Бог направлял так, это Бог формировал. Это нападки дьявола, которых Бог учитывал. Вот как мировоззренчески, как философски, как теологически вы видите вот эту ситуацию. Хотя, конечно, понятно, что на свою ситуацию никто из нас объективно не может посмотреть. Но с другой стороны, никто же субъективно так не может посмотреть на вашу ситуацию, как вы. Я думаю, мое мнение, хотя, может, это не всем нравится, но я думаю, что это попущение Бога. Бог попустил эту ситуацию, потому что в пять лет, восемь лет я не мог нагрешить так, чтобы наказать меня вот этими серьезными травмами. Я думаю, что Божье провидение. Знаете, написано так, что любящим Бога, призванным по Его изволю, не все содействует ко благу, но не написано, что все содействует к радости. К благу да, а к радости нет. Или далеко не всегда. И поэтому я думаю, и я так верю, я так воспринимаю, чтобы Бог попустил. Знаете, это в пятнадцать лет, наверное, вот в это время было какое-то вот иногда вот как обида на Бога. Вот внутри. Когда я анализирую всю эту ситуацию, ну, наверное, во-первых, ситуация такая, что друзья уже твои имеют всю возможность там ходить, смотреть и куда-то уезжать, а ты ограничен, а хочется на мотоцикле в пятнадцать лет покататься, а ты ограничен. Вот я помню, у меня было такое переживание в жизни, вот какая-то горечь, вот что-то на Бога, горечь какая-то, что почему, за что, почему. Но я думаю, что единственный выход, и, скорее всего, Бог меня и привел к этому, что здесь надо просто глубоко смириться. А ты не допускаешь мысль, что если бы ты был зрячий, ты мог бы быть другим человеком? Ну, допустить такую мысль можно. Допустить можно такую мысль. Другим бы человеком я точно был бы, потому что, ну, может, не тем занимался бы. Но я думаю, что Бог попустил это, и когда человек смиряется, глубоко смиряется, то когда Бог видит смирение, обязательно приходит благословение. Наверное, мы об этом секунду подумаем, потому что это же относится не только к таким вот серьезным трагедиям, это относится к повседневным. Если на тебя кто-то не так посмотрел, иногда, может быть, на час настроение пропадает, потому что, а как он мог так посмотреть? Да, ну вот смотри, какая ситуация. А здесь как смириться? Ну, смотри, какая ситуация. Первое, можно ожесточиться. Другие вот видят, все нормально, а ты не видишь, можно ожесточиться на людей, на Бога. Я встречал этих людей. Я много работал среди незрячих, да. Некоторые из них ожесточены были на Бога. За что? За что? Я был маленьким мальчиком, я взорвал там детонатор или что, и меня вот постигла такая судьба. Я видел этих ожесточенных людей. Они были невыносимы в юности, а потом спивались, были проблемными в семьях. Я видел людей подавленных. Когда они не ожесточались, они были сломлены. Просто внутри они сломлены люди. И я встречал людей, которые в бедах своих, в сложностях, иногда спинальников встречал, которые знали Бога. Ну, у них же значительно тяжелее, чем у меня ситуация. Они ходить не могут. И он глубоко смирялся. Удивительная вещь. Он лежит, все время к нему ходят за советом семейные люди и расспрашивают, как дань духовное наставление. Поэтому мое мнение, что вот если нас слушают или смотрят, там люди, у которых в жизни есть очень серьезные беды, отчаяние, сложность, на мой взгляд, смирение, это путь к благословению. Виктор Павлович, вот у меня родственник один, близкий довольно родственник, сломал спину. Он сейчас не движется, не ходит. Этот же вопрос звучит за что? Что интересно, я ему какие-то духовные наставления, при всем том, что он меня уважает, любит, у меня не поворачивается язык. Я не могу ему сказать, вот это так, как это мог бы сказать ты. Так что я, конечно, благодарен Богу за то, что есть силы для того, чтобы говорить. И, естественно, есть авторитет для того, чтобы вот эти слова говорить людям. Да, знаете, в нашей жизни сегодня хорошо, а завтра может быть по-разному. И я хотел бы сказать, если есть люди, которые слушают, и у них очень серьезные проблемы. Иногда это ребенок инвалид. Я знаю переживания моих родителей, когда незрячего сына из больницы привезли. Я помню, мама вышла, значит, это была зима, это мне было 8 лет, ей было 35, наверное, лет. Она пришла на остановку, вот меня 8-летнего ребенка взяло на руки, плачет и несет на руках домой. И я понимаю, что, ну, такая ситуация, ей горько. Помню, мне было 5 лет, меня берут на операцию, она губы кусает, плачет и отдает меня врачам, чтобы вели на операцию. Я знаю, что вот такая ситуация горькая для родителей. И ведь ответов же нет, да? Нет, нет ответов, нет, никакого ответа. Но понимаешь, что получается? Постепенно Бог его благословил, и вот эта горечь, боль эта превратилась в радость. Бог благословил, вот, закончить школу для незрячих детей, потом принять Иисуса Христа в 16 лет, я покаялся, потом водное крещение, потом работа с молодежью. И как-то Бог начал устроять мою жизнь, и уже на глазах моих родителей они видели благословение, жена, дети появились, все устроилось. И поэтому я верю, что когда мы ищем лица Господнем, Бог благословит. Вот такая судьба. Слева от меня другая личность, другая совершенная судьба. Алексей, вот ты здесь в церкви рассказывал немножко о том, как Бог тебя начал звать к себе. Вот об этом, не о том даже, как ты покаялся, а вот когда ты был ребенком, и ты каким-то образом услышал голос Божий. Многим сложно это понять. Людям, которые выросли в христианских семьях. Да, мне сложно это понять. Ну, если смотреть рационально, пытаться как-то проанализировать, то очень сложно дать такое исчерпывающее объяснение, почему именно таким образом. Каким образом? Да, ну, я вот отчетливо помню, ну, как ты уже сказал, ты любишь это драматически произносить. Да, мой отец был, да, действительно офицером КГБ. Он очень хороший, замечательный человек, который любил, любит меня. И, собственно, как отец, он для меня является примером. Но, естественно, в детстве он меня в церковь не водил, просто потому что это было невозможно. Да, понятно. Да, и вообще, ну, и все окружение, оно было, это такой достаточно провинциальный северный российский город Киров, да, если, может быть, кто-то знает. И там как-то ничто вокруг не располагало, да, к таким каким-то религиозным поискам. Ну, вот я помню два таких состояния в своем детстве. Одно, когда я говорю бабушке, я четко помню этот разговор, бабушка, если Бог есть, пусть он меня ударит молнией. Если Бог есть, пусть он меня ударит. Да, пусть ударит молнией, да. Это вот, ну, где-то, видимо, я подсмотрел... Это богатая фантазия или... Нет, я думаю, в каких-то вот атеистических, пропагандистских таких, ну, в школе там это все было, брошюрках или фильмах. Вот какая-то такая мысль. Я помню, бабушку сильно напугал вот этим самым заявлением, потому что она как раз была уверена и подкрепляла свой рассказ некоторыми свидетельствами о таких вот событиях. Да, может, да. Ну, Бог, он, конечно, милостив, да, то есть его подход, он совершенно в другом. Алексей, а молнии не боишься, нет? Да как-то вот, нет, не боюсь я, собственно, у меня... Меня в детстве один раз чуть не ударило молнией, я до сих пор боюсь. Ну, вот видишь, у меня... Я никогда что-то подобного не просил. Как оно в жизни бывает несправедливо. Да, и помню, что где-то лет в 10, наверное, в мою жизнь пришло ощущение, что Бог есть. Это, наверное, ответ вот на те мои слова, да, со стороны Бога. Что Он есть. И я начал молиться, как мог, как понимал. Никак не понимал. Я вот помню интересный такой момент в детстве. Я пытался для себя неразрешимое противоречие решить. Как так? Христос создал Землю, как Бог, и в то же время был на Земле. То есть мне это казалось абсолютным каким-то таким вот неразрешимым логическим противоречием. И, ну, так как... Ну, вот на этом остановиться. У нас же у всех куча этих неразрешимых противоречий, да? И для Бога они такие же детские, как вот этот... Как этот вопрос, да. Как этот вопрос. Ну, они нам кажутся такими серьезными, когда мы говорим о каких-то богословских вопросах. Вот он, тупик, да. На самом деле Бог улыбается и как-то говорит, ну, подрастите немножко, да. Да, и как-то пришла в мою жизнь вот такая жажда, действительно, поиск Бога. Я опять вот, опять рационально не могу объяснить, но я... Вот сейчас мы ездили, давали интервью, я вспомнил некоторые моменты, которые как-то подзабыл. Вот вчера в церкви я рассказывал. Очень странное ощущение тоже, когда вот мне было, наверное, лет тоже 11-12, пришла такая мысль, как это здорово, если я смогу всю свою жизнь посвятить Богу. Опять, я даже Библию в глаза не видел. Я даже не знал, о чем там написано. И какой-то вот такой думаю, вот это здорово. Я внутри себя никому не говорил об этом. Решил стать священником. Я потому что не видел другого... Решил стать священником. Да, потому что я другого пути никакого не видел и не знал. И когда мне было 12 лет, я был в деревне у бабушки. Вот дядю, говорю, дядя, пойдешь в крестный? Он такой... Вот, и значит, мы пошли... Ты захотел пойти креститься? Да, 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 я захотел пойти креститься. Да, мы пошли в православную церковь. А я от тебя папа? Папа был в городе? Да, папа постфактум. Там скорее мама, потому что это был... Мне было 12 лет, это был 89-й год. То есть это было еще не очевидно, что вот, так сказать, еще Советский Союз существовал и Коммунистическая партия еще была у власти. Хотя какие-то были эти перестроечные процессы, но расклад был не очевиден. Но мне как-то была такая глубокая убежденность, что, ну, раз это Богу надо, а я так представлял, что надо, то я пошел в сельской церкви на северной Кировской области. И какие ощущения? Как происходило крещение? Ощущения были несколько... Ну, с одной стороны, чувство выполненного долга, с другой стороны, я так ничего и не понял. К сожалению, так вот был устроен весь этот процесс крещения, что никакой реальной информации о Боге, никакого знания о Евангелии я не получил. То есть это вот какой-то обряд, который я прошел. К сожалению, он оказался вот в этом смысле бесплоден для меня. Но я это и до сих пор... Вообще, когда смотришь на жизнь, на свои шаги, они кажутся такими пустыми, бесплодными, но это были шаги. Это были шаги решения. Это было лучше, чем просто сидеть и ждать чего-то. Нас вот всех объединяет то, что мы... Вот сейчас у нас, конечно же, есть станции в Москве, в Петербурге, в Норильске. Мы открыли вещание буквально 20 декабря. Это FM-станция. И постоянно люди звонят. Норильск, это вообще, если кто не знает, смотрят на карты. За полярным кругом. Полярный круг и на север оттуда, там Норильск. Самый северный индустриальный город в мире вообще. Не только в России. Люди оттуда звонят, узнают о Боге сегодня. А большой город Норильск? Около 100 тысяч, по-моему. Да нет, побольше. А, около 200 тысяч, да. Норильск около 200 тысяч, да. Да, регулярно звонят, это очень приятный момент. Там, где у нас с московским временем 5 часов разница. И все передачи, которые они во вменяемое время могут слушать, очень много звонков оттуда поступает. И звонят наши московские эфиры, петербургские эфиры. Да, еще в прошлом году начали вещание в Бишкеке. Я до сих пор не могу как-то осознать, да. Мы вещаем христианские программы в столице Киргизии, в мусульманской стране, да. Но это происходит. Иногда такое чувство создается, вот как бы Бог творит историю, вот нашу небольшую историю, историю радио Теоса, и дает нам какую-то возможность быть участником этой истории. У вас в Славянске открылась станция. Это наша последняя радость, последняя радостная новость, да. Как идут дела вообще? Чем занимаетесь? Как сегодня работает студия? Да. Хотел сказать, что этот год как раз 1025-летие крещения Руси. Киевской Руси. Вы специально так подобрали. Да, что вы. Да. И президент издал указ праздновать этот год, везде проводить богослужения, все конфессии имеют возможность проводить богослужения. Вообще на Украине хорошая обстановка такая религиозная, несмотря на то, что там есть греко-католики, римы-католики, православные, московская, киевская патриархата, протестанты. Хорошая обстановка. То есть по Украине станции 200 есть в Христианске? Нет, нет, конечно. Это вторая станция вообще по Украине. Есть в Киеве, и они выходят во Львове, и в Славянске. В Славянске мы три месяца назад начали вещать. Это с 26 февраля мы начали вещать, уже документы все получили. И еще не устроена студия, еще не устроены многие... А как вы вещаете тогда? Очень просто. Берешь, делаешь программы, программы приводишь в порядок, берешь, едешь километров за 8-10 на вышку, на Карачун, отдаешь туда... Карачун? Да, это гора такая, гора такая, большая гора, там вышка устроена. И ты отдаешь эти программы, там их заводят в компьютер, и потом уже вещаем. Так что мы пока не имеем связи. Компьютер стоит, и вещаем там через компьютер. Что вам нужно? Вам нужно оборудовать студию? Студии надо, нет, и самой студии еще нет, есть комната. Есть комната? Есть комната, все нормально. А комнату где? Достаточно, комната большая, вы дали, выделили нам комнату, церковь выделила, церковь выделила комнату нам, но еще ничего не оборудовано, нет аппаратуры еще, но тем не менее мы желаем благовествовать о Христе, потому что Христос сказал и будет проповедано это Евангелие во свидетельство всем народам, Виктор. И на Украине, в Украине есть... Я хочу, Виктор, вообще я перейду, если кто-то сейчас сидит, слушает и думает, я хочу иметь участие в этом служении, я хочу, чтобы была студия в Славянске, я хочу, чтобы вторая или третья станция на Украине работала, и у нас около где-то миллиона потенциальных слушателей в этом районе. Я хочу, чтобы и мое участие было там. Они могут пожертвовать на то, чтобы достроили студию. Обязательно, да, если есть желающие, пожалуйста, в Славянске можно, ну давайте, телефон офиса, офис 06. Да, пусть позвонят, оставят свою информацию, и мы... Да, если есть желающие, пусть звонят сюда, Валик. Скажем, куда присылать деньги, сколько денег присылать, и все будет нормально. Это Валик, дай телефон, пожалуйста. Да, люди знают, наши телефоны 424-3940 нас посещают, так что хочу сказать, что сегодня уже Виктор два микрофона отправил, если кто-то хочет, имеет желание такое, чтобы вот там был микрофон, и этот микрофон был там, к примеру, Петра Ивановича, или даже, думаю, Виктор часто будет вспоминать, что этот микрофон и этот звук о том, что Бог любит вас, идет через микрофон, который пожертвовал тот-то человек. Так что, пожалуйста, приходите к нам в студию, звоните, и... По-моему, кто-то звонит, да. И это хорошо. Вы знаете, на самом деле, мы как-то сидели с одним пастором, вчера, буквально, или позавчера, беседовали о том, что насколько важно, насколько хорошо, когда мы открываем вот эти возможности. Это же не мы, это же не наше служение, это Господь. Да, это не личное служение, да. Это Господь нас просто использует, да, всех нас, всю Церковь. Да, слава Богу, действительно. Я думаю, что у нас телефон, я же назвал, что мы в прямом эфире, телефон. Надеюсь, что вопрос по теме. Добрый день, мы слушаем вас. Алло, вы в эфире? Ну, у нас линия сорвалась, еще раз напоминаю, телефон студии 429-7635. 429-7635. Алексей, в Славянске мы только начали вещать недавно, в Петербурге давно вещаем. Сколько у нас там слушателей? Я часто слышал. Если говорить о тех, кто слушает нас непосредственно с помощью радиоприемников, это порядка 4 миллиона 250 тысяч человек слушает нас с помощью... 250 тысяч человек? Да. Куда вы это знаете? А мы проводили телефонный обзвон, то есть мы там попросили... То есть вы проводили исследования? Да, да, мы проводили исследования, да. Я, честно говоря, был сам удивлен. У меня как-то вот был более скромный взгляд на наш, на наш, охват нашей аудитории, но оказалось, что реальность превзошла. Вот, все мои самые смелые ожидания. Это не считая еще больше 2,5 миллиона человек, которые нас слушают, включая Москву и интернет, да, и с помощью также спутниковых тарелок, которые мы распространяем по России. То есть на данный момент наша совокупная аудитория, если брать, скажем так, давай скажем русскоязычный мир, да, русскоязычный мир, она составляет порядка 3 миллионов человек. Но население России 140 миллионов, но мы, так как ставим себе более эмпидзозные цели, потому что русскоязычное население мира, то есть те, кто хорошо понимает русский язык, 250 миллионов в мире. То есть вот, собственно говоря, та планка, которую мы сейчас ставим для себя. В Америке самая популярная христианская станция, у нее слушательская аудитория около 100 тысяч, у вас 250, почему? Я был на этой станции, это самое-самое, все, но 100 тысяч. И я полагаю, что мы предлагаем, если говорить таким коммерческим языком, товар, которого нет у других, да, мы говорим с людьми о важных, серьезных вещах, о смысле жизни, о семейных ценностях, мы говорим о воспитании детей, мы говорим о том, как человеку строить свою жизнь. То есть ты считаешь, что людям это интересно? Точно интересно. Потому что, ну, сколько там можно просто развлекаться, да, можно там просто хохотать или слушать музыку. На самом деле, я не хочу так прозвучать, и юмор хорошо, и музыка хорошо, но это, мягко говоря, не отражает и, не знаю, и 5% жизни человека. Да, то есть это все по поверхности. А все, что составляет суть жизни человека, глубокие вещи, его характер, его карьера, его взаимоотношения с близкими, его взаимоотношения с самим собой, самое важное, его духовные запросы, его взаимоотношения с Богом, это то, о чем люди хотят слышать. Даже не всегда это, может быть, они ясно могут сформулировать, не всегда запрос этот, он именно таким образом записан, но этот запрос существует. Вы делаете уникальные вещи в том смысле, что я, я не знаю, кто, может быть, кто другое делает, тоже подобное, но вы приглашаете неверующих людей в наш студент. Я знаю, мы в Москве это делаем, иногда атеистов приглашаем, с переменным успехом идут... Да, ну вот передачу, да, которую, скажем, и в том числе я делаю, которая называется «Последняя инстанция», она посвящена вопросам... «Последняя инстанция», то есть люди приходят, дальше нигде нет. Дальше нигде нет, да, позади нас только Японское море, да. Здесь Алексей Глазихин у вас. Здесь, да, последний рубеж, вот, надеюсь, это... Я, я, кстати... Звучит страшновато, да? Мы сейчас, да, Алексей хорошо, действительно образован, да, кроме того, что он, как бы, политолог, он теолог хороший. Мы сейчас встречались с несколькими профессорами из Фуллеровской семинарии, и беседа была очень насыщенная, очень интересная. Я просто... Я Алексея всегда уважал, но когда я увидел, как эти люди его уважают, я просто... Да, ну это... Извини, я перебил, да. Ну, приятный такой носик, перебил. Да, в «Последнюю инстанцию» мы приглашаем, иногда мы просто собираем или звонки, ну, приглашаем людей звонить, или мы собираем вопросы с помощью интернета, но мы также очень часто приглашаем людей прямо в студию. И для меня это самые интересные эфиры. Вот, и здесь я хочу сказать, что это, пожалуй, ну, самый интересный для меня, самый живой опыт. То есть прямое общение с неверующими? Прямое общение, да, с неверующими людьми. Еще раз напоминаю о том, что у нас прямой эфир, телефон студии 429-7635, и надеюсь, что... этот вопрос как раз по теме, о которой мы беседуем. Добрый день, вы в эфире. Да, слушаем вас. Алло. Да, добрый день. Добрый день. Это Валентин? Да, это Валентин. Это звонит Владимир. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Я слышал вас сейчас, включил радио, и как раз услышал, что можно микрофон купить, а сколько он стоит и как его купить. Ну, я имею в виду на месяц. Да. Да, но если вы пожелаете, у нас очень драгоценное время в эфире. вы позвоните мне после эфира, мы решим этот вопрос. Слава Богу за желание. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Вас как зовут? Скажите еще раз. Владимир, а какой номер позвонить? 429-7635. 429-7635. 7635. Спасибо. Хорошо, я перезвоню позже. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Ну, приятно, как люди откликаются. Вообще-то, мы говоря, вот сейчас отвлечемся на секунду, очень многие наши соотечественники, которые живут здесь, поддерживают вещание в Петербурге, в Москве, в Славянске. Да, это большая благодарность за это. Это действительно мы чувствуем в каждом своем эфире. И молитвы, и финансовая помощь. Мы знаем, что каждый эфир – это совокупное усилие огромного количества людей, многие из которых живут именно здесь. Вы знаете, я каждый раз, когда приезжаю в Москву, в Петербург, в определенный момент я осознаю, что если бы не люди, которые живут здесь, в Америке, вот так получилось, так Бог устроил. Люди, которые живут здесь, они поддерживают вещание там. Мы собираем там все, что можем. Собираем там, может быть, 15-20% нашего бюджета. Но у нас всего-то 1%. И люди, которые вот откликаются, так как брат позвонил сейчас, ну, меня всегда это как-то… Вдохновляет. Вдохновляет. Так что, Владимир, большое вам спасибо, что ваш микрофон будет в Славянске. Потом сможете и наши передачи слушать чуть позже. Да. Ну, еще скажу, что нам не один микрофон нужен, нам нужно многое кое-чего. Но это мы делаем во имя Господне для Царствия Небесного. И в течение… Каждый месяц мы тратим тысячи, десятки тысяч долларов для того, чтобы быть в эфире. Но при этом эффективность радио такова, что за 1 доллар, вот 1 доллар вы пожертвовали, и мы в течение года можем беседовать с двумя неверующими слушателями. Потому что охват широкий. И за 1 доллар, за 50 центов, вот 50 центов, которые вы дадите, они обеспечат разговор Алексея Виктора с одним неверующим слушателем в течение года. – Алексей, заверши свою мысль в последней инстанции. – Да. И это очень уникальный опыт. Люди, которые приходят в наши студии. И вообще мы как-то так поначалу чуть-чуть сомневались. Ну, потому что когда ты от начала до конца делаешь эфир сам, ну, ты контролируешь весь процесс. Здесь, естественно, есть момент некой неопределенности. Но что я вижу? Евангелие действительно намного привлекательнее тех альтернатив, которые есть у людей. То есть, если людям действительно показать красоту Христа, красоту Евангелия, показать, как христианские ценности влияют на нашу жизнь, на наши семьи, это по-настоящему увлекает. По сути, у меня не было ни один раз ни одного собеседника, который вот… они все мне грозятся. Мы тебя вот смутим, мы тебя заставим краснеть, мы тебя поставим в неловкую ситуацию. Я вот открыто сейчас говорю. Не получилось ни у кого, я буду в Петербурге, Бог даст, к концу недели. Пожалуйста, если вы такой смелый, приходите, да, и в пределах находитесь, приходите в эфир, мы будем разговаривать, мы будем говорить о важных, серьезных вещах. Я думаю, именно это апостол Павел имел в виду, когда он говорил, что я не стыжусь благоествования Христова. Не то, что он не стыдился Христа, это само собой, он не стыдился того, что он проповедовал, он знал… Он не боялся сравнений, не боялся открытого разговора. …серьезных вопросов, да. И я, вы знаете, тоже подобное переживание. Недавно лечу в самолете и часто в самолетах встречаюсь с людьми, разговоры долгие, получается длинные, всегда находится ответ, потому что Бог живой и лучше христианства, но ничего в мире нет, потому что лучше христианства ничего в мире нет. Виктор Павлович, о чем Вы хотели бы говорить с Вашими слушателями? Понятно, что о Христе, но как? Какие темы Вы будете затрагивать? Вот Ваш город, Вы его знаете, Вы знаете людей, которые живут, Вы будете обращаться, естественно, прежде всего к людям неверующим. Что Вы им будете говорить? Вот Вы говорите, мы общаемся, но да, нужен страх Божий. Ты же не скажешь этому неверующему человеку вот так, да? Как Вы с ними будете говорить? Я понял. На мой взгляд, Виктор, что если бы в семьи были принесены христианские ценности, а именно принципы, изложенные в Библии, многое изменилось бы в семьях и на работе, и в обществе, конечно, и даже в церквах. Поэтому вот недавно я имел эфир три часа подряд. Море звонков. Море, семейная тема, море звонков. Поэтому говорите о семейных ценностях, о Христе, который умер на Голговском кресте, который воскрес, который грядет, и что через него мы имеем благословение. Это как-то звучит немножко отвлеченно. Говорите о семейных ценностях. Да. Что имеется в виду? Например. Например, я бы говорил следующее. «Дети, почитайте своих родителей». У нас там, где нет почтения к родителям, там же проблемы сплошные. То есть человек, который идет по улице, ему 15 лет. Да, 15 лет. Он слышит. Парень никогда о Боге не слышал, ему говорите, «Дети, почитайте своих родителей». Почему? Потому что, когда ты говоришь на религиозном языке, то и сам язык уже отпугивает. Потому что почитать, он не знает, что такое почитать. Какой у тебя, Алексей? Одну вещь хотел бы добавить. Дело в том, что ситуация в России, она может быть принципиально отличается от того, что есть даже в США и в некоторых западноевропейских странах. Потому что мы, говоря с людьми о Боге, не можем исходить из того, что они заранее что-то знают. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, это абсолютно не паханное поле. То есть у людей нет какого-то предзнания. Они не были в детстве в воскресных школах, им в детстве не читали Библию. То есть они находятся, я бы сказал, даже не всегда на нулевом, на минусовом каком-то уровне знаний. Но в то же время, как же, тысячу лет христианцев? Да. Тысячу лет христианцев. Я не хочу умолить того влияния, которое оказывало историческое христианство в истории России, но на данный момент, практически, с теми людьми, с которыми мы общаемся в больших городах, наше поколение, именно с теми, с кем мы постоянно взаимодействуем, уровень знаний практически нулевой. То есть мы, по сути дела, должны, как апостол Павел, который проповедовал в Афинах. Я недавно для себя очень интересную вещь не обращал никогда внимания. Я сравнил проповедь апостола Павла в Афинах с его проповедью перед его соотечественниками, перед еврейской аудиторией. Это абсолютно разный подход. И это вот именно то, что мы делаем на наших верах радио Теос. Мы разговариваем с афининами. Мы разговариваем с людьми, которые как-то ищут чего-то. Вот вроде бы они поставили себе какой-то жертвенник неведомому богу. Есть какой-то поиск, есть какая-то религиозность, часто приобретающая не совсем здоровые формы. Да, я бы сказал, прям разрушительные формы. Но нам важно увидеть этот поиск, поблагодарить Бога за него. Начать с тех вопросов, с которых люди готовы начать разговаривать. И дальше уже приводить их к более глубоким, серьезным обещанным. Мне кажется, я со многими людьми, которые нас поддерживают, говорю, и мне кажется, иногда нас критикуют именно за это. А что вы вот так говорите? Вы скажите ему о Иваногиле вот так вот, что Христос на тебе умер. И мы же это говорим тоже, и говорим каждый день. Ты понимаешь, что интересно, что когда этих же людей, мы спрашиваем, хорошо, а представьте себе соседа Ивана Петровича, который с соседней дверью живет, как вы с ним разговариваете? И вдруг оказывается, что у человека подход, на самом деле, в принципе, такой же, как и у нас. Так же, как он говорит, привет, Петрович. Да, да, да. Как погода, да, как жизнь, да. А как у тебя семья, ухо, вот у тебя что, да. И вот так и начинается разговор. Мы не начинаем каждый разговор с того, там, со слов каких-то, ибо так возлюбил Бог мир, хотя это самые дорогие слова, которые можно произнести, но не всегда мы так можем начать наши нормальные отношения. Наше время подходит к концу. Мы благодарны вам, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Благодарны тем людям, которые еще позвонят и поддержат Виктора Павловича. Спасибо. Поддержат Алексея. На всего сердца спасибо. Потому что нам ваша поддержка необходима. Нам нужна ваша поддержка. Мы просим вас об этом. Мы просим вас о молитвенной поддержке. Вы знаете, к нам недавно нагрянули вообще проверяющие органы. Нас могут просто вот так вот закрыть. Нас в Петербурге по другим причинам могут вот так вот закрыть. И только Бог держит эти двери открытыми. Потому ваши молитвы дороже денег. Я говорю это с абсолютной искренностью. Молитесь о нас, пожалуйста. Поддерживайте нас финансово, пожалуйста. А, Валентин. Спасибо. Ну, еще раз напоминаю о том, что сегодня у нас в гостях были Виктор Ахтеров, ответственный за Санкт-Петербург и Виктор Куриленко. Это из Славянска, Украина. Так что, друзья, если вы хотите больше узнать о служении Радио Атеас, загляните на нашу страничку Радио Атеас.ру. Радио Атеас.ру. Вы узнаете больше о этом служении. Также сможете помочь, пожертвовать на это служение. Ну, и самое главное, в чем сегодня нуждаются сотрудники Радио Атеас, это в вашей молитвенной поддержке. Те, кто пожелаете, как Владимир, помочь, купить микрофон или еще что-то, звоните прямо на мой телефон 747-2329. 747-2329. Этот телефон я возьму в любое время суток. Спасибо, что были с нами. Будьте благословены. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их.